Привет всем, снова опять с вами я, Alice in Wonderland, и опять я буду радовать вас, я надеюсь, что я буду радовать новым видео. Я, наверное, не выкладывала видео около трёх недель, нет, я надеюсь, что это было две недели, но мне кажется, я не выкладывала эту вечность, потому что у меня приезжали родители, они здесь были три недели, и да, это было три недели, то есть три недели я не выкладывала, потому что были родители, я записывала влоги, и вот вчера, а позавчера выложила как раз видео о том, как мы путешествовали по Флориде, мы ездили, не выезжали из одного штата из Флориды, и ездили, путешествовали по городам. Сори, что мне не было так долго, сейчас я буду стараться, опять я здесь, опять в Майами, то же самое вся рутина, поэтому я буду стараться выкладывать видео как можно чаще, чтобы я не скучала, кофе горячее, у меня, правда, здесь были взбитые сливки с шоколадной крошкой, с маршмеллоу, но они уже все растаяли, и уже ничего не видно, так что поднём. Кофе слишком крепкое дело. А в этом я буду рассказать о своих идеальных недостатках. Я равно хотела сделать такое видео, но не решалась, потому что думала показывать публично все свои недостатки, рассказывать о том, что тебе в себе не нравится, это плохо, и зачем делиться негативной информацией, что нужно только позитивно давать информацию в интернете и показывать человеку. Они как-то ближе становятся к твоей публикой, со зрителями, поэтому я хочу стать с вами ближе, и чтобы вы лучше узнали обо мне, поэтому... И когда ты рассказываешь кому-то, понятное дело, ты это выливаешь, и тебе самому становится легче, и что это никогда не нужно лежать в себе, какие-то комплексы, или когда ты чего-то боишься, поэтому для меня это может быть какое-то преодоление какого-то страха. Итак, первый, самый мой главный номер, один недостаток, который, я не знаю, мне кажется, он у меня начался с самого раннего детства, наверное, лет девяти. Это комплекс моего носа. Может быть, я не знаю, некоторые скажут, что в чем проблема твоей носа, и все нормально, но у меня с девяти лет реально был комплекс, и меня стеснялась своего носа, мне он казался всегда очень длинным, кривым, и у меня, если видно, у меня здесь есть такая горбинка, именно только с одной стороны, то есть с этой стороны у меня как бы он прямо, а здесь такой небольшой бугорок есть, он у меня образовался, как я думаю, что мне примерно в третьем классе мне баскетбольным мячом ударили по носу учителя, причем я этого момента не помню, хотя мне родители говорят, что такое было, и у меня образовался небольшой синячок в этом месте, а позже вот такой просто бугорок, поэтому до сих пор я стесняюсь с этой стороны, и знаете, у каждого человека есть, когда он фотографируется, да, как называется, the right side, то есть правильная сторона, которая ему больше нравится, то есть или это, либо это. Я люблю всегда фотографироваться этой стороной, стараюсь поворачиваться, и как-то, чтобы была у меня правая сторона, потому что правая сторона мне больше нравится, с правой стороны мой нос кажется, как мне кажется, меньше и прямее, чем с этой стороны. С той стороны я вообще ненавижу, потому что с этой стороны у меня этот бугорок, мне кажется, виднеет больше, и у меня нос эта сторона кажется больше, поэтому я ненавижу, я терпеть не могу эту сторону фотографироваться, поэтому, когда кто-то делает мои фотографии, и по какой-то случайности, я не знаю, у меня фотка получится вот с этой стороны, все, эта фотография сразу плохая, ужасная, и не важно, там, с кем я, кто вообще где, на фоне чего, если у меня фотография с этой стороны, я ее всегда забракую, мне она никогда не нравится, поэтому во всех фотографиях я пытаюсь либо прямо хотя бы, либо с этой, но никогда не показываю эту сторону, может быть, это только мне кажется, напишите мне, скажите ваше мнение, если у меня сильно так в виде нос, потому что у меня огромный комплекс по этому поводу, и я всегда мечтала лет, наверное, с 9-10 сделать операцию по пластике носа, чтобы брать этот бугорок, он у меня будет просто прямой и нормальный, и все будет отлично, поэтому сейчас моя мечта, которую я хочу сделать, это пластику носа, и она у меня была давно, и будет, и хоть мне говорят, что не надо, это твоя частичка, это отличительная черта, какая, блин, отличительная черта, когда у тебя корябый нос, ну, я понимаю, что есть, да, есть такие знаменитости, которые, именно вот, они отличаются какими-то своими чертами лица, то есть какой-то вот, я не знаю, специфической формой носа, но я не считаю, что мой нос какой-то специфический, просто торчит вот эта вот горбинка, я не считаю ее какой-то частью себя, что если я ее беру, она не... я буду не я уже. Следующий, наверное, недостаток, я не скажу, что... не могу сказать, что это недостаток, но он у меня появился с очень раннего возраста, когда мне было, наверное, лет 7, да, мне было лет 7, в 7 лет мне делали операцию на спине, в ноябре, и с тех пор у меня на спине остался шрам. Я сейчас покажу, если будет видно, все вот наши топик. У меня вот есть такой большой шрам, а почему я ему комплексую? Я вообще, в принципе, я его начала комплексовать довольно-таки поздно, то есть я раньше никогда не думала и не обращала даже внимания, то есть это было реально как часть меня, что я его никогда не замечала. Как мне кажется, он выглядит какая-то складка, то есть у меня талия идет, и с этого шрама кажется, что у меня просто с одной стороны какая-то складка нереальная, и мне это не нравится, он зашит неправильно просто. Мы делали операцию очень давно, это было в Челябинске, там, в больнице, по-моему, это даже была районная больница или какая, и, понятное дело, там тебе никто какие-то очень изящные швы, красивые, тебе никто не будет делать. На тебя пляп зашили, и вообще шрам кривой, и раньше я этого не стеснялась, и у меня именно вот эта линия, где шрам, она у меня остается белая, она у меня не загорает, то есть это меня еще больше смущает. Следующий недостаток я считаю тоже большой, и если бы я его исправила, мне кажется, мое лицо так же выглядело симпатичнее или лучше, эстетичнее, это мои зубы. Я считаю, у меня зубы довольно белые, потому что я как белевую слежу, но они кривые. Вот этот зуб у меня торчит, эти, да, торчат во все стороны, они абсолютно кривые, и также с этой стороны, когда я фотографируюсь, у меня зубы смотрятся более прямее, чем с этой. С этой стороны, когда так же самый нос, вот эта сторона, я вообще ее ненавижу, потому что с этой стороны у меня все, мне кажется, некрасиво смотрится, и нос, и зубы с этой стороны плохо, поэтому это как моя devil's side, а это angel's side, поэтому я не знаю, мне просто никогда не нравится левая сторона, моего лица, поэтому это зубы, такой же мой комплекс, и я тоже постоянно комплексовала, хотя бы я нашла выход, сейчас я их отбеливаю, у меня хотя бы они белые, по крайней мере, зубы смотрятся лучше, если они белые, и если даже они у тебя кривые тоже во все стороны, если они белые, они, по крайней мере, лучше смотрятся. Я тоже давно хотела поставить и брекеты, и все что угодно, но, я не знаю, мне не хватает просто, наверное, терпения, я не представляю себя с брекетами, и все как-то откладывается. Может быть, когда-нибудь в будущем я сделаю, мне пока 19, я знаю, что это можно было сделать, но пока не решаюсь. Ну, камон, никого не бывает, никто из нас несовершенен, все красивы по-своему, и во всех своих недостатках нужно искать только плюсы, помимо внешних, внутренние проблемы, также какие-то неуверенности в себе, что-то ты тоже, это у всех абсолютно есть, поэтому еще раз, просто к чему я решила сделать такое видео, на самом деле здесь в Майами люди другие, очень много тоже красивых, загорелых девушек, которые также ходят, там, модели, и когда ты смотришь на них, тебе сразу кажется, что ты какая-то уродина, и ты вообще ни к чему там не способна, иди, вообще возвращайся обратно. Но просто те же самые эти красивые девушки, у них не идеально у всех жизнь, и никто не идеальный, у них тоже столько же много проблем, как и у нас. Они знают о своих каких-то недостатках, да, которые пытаются не показывать, а все остальные-то думают, что на самом деле они идеальны. Никогда не нужно судить, как сверху, и даже те люди, которые кажутся красивы, они также пытаются самому себе доказать, и просто скрыть какие-то свои комплексы, недостатки от других людей. Поэтому нужно в первую очередь любить себя, и принимать себя таким, как ты есть, и просто развивать все свои комплексы только в плюсы. Что и я пытаюсь сделать, и советую вам только полюбить себя. Кто скажет эгоистично, самое главное, если ты полюбишь самого себя, будешь себя уважать, ценить, любить, то у тебя жизнь будет гораздо лучше. Пока ты себя не полюбишь, тебя не полюбят. Поэтому ничего это не эгоистично, нужно в первую очередь любить себя. Просто скажу всем спасибо, что меня смотрели. Дальше буду я выкладывать чаще видео, макияжи, если вам интересно, и что-то по уходу какие-то, как я ухаживаю, там за волосами, за кожей, если тоже будет интересно. Также я хочу сделать видео о том, как я питаюсь, как я слежу, как я поддерживаю форму. Так что, если это тоже вам интересно, не забывайте мне написать в комментариях, и я обязательно сниму, покажу это видео. Так что, всем огромное спасибо за просмотр. Вы должны быть одним большим комком счастья и процветания любви, так что, чтобы показывать другим людям и приносить тоже радость. Всем жаркий привет из Майами, надеюсь, и я желаю, чтобы у вас также было все прекрасно и хорошо. Так что, всем спасибо, всех увижу в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok